Здравствуйте! Здравствуйте! Пятая лаборатория фигуративного театра. У нас в гостях мастер третьей недели, художник современного искусства и театральный сценограф Ксения Перетрухина. Здравствуйте! Когда приглашаешь человека, который не работает в кукольном театре, поработать с участниками лаборатории, всегда такая сначала заминка, потом разные очень эмоции человек переживает, а потом говорит что-то, соглашается или не соглашается. Какой вы путь прошли к тому, что вы здесь сейчас сидите, проведя с нами шесть дней? Почему вы согласились? Ну, мы с вами это каждый день обсуждаем. Я до сих пор не уверена, что мое присутствие – это точное попадание в задачи этой лаборатории, потому что мне все равно кажется, что в ней необходимо какие-то практические навыки тренировать, а у меня здесь нет практических навыков, и я выступаю как такой теоретик, который агитирует за колхозы или против колхозов. И я не уверена, что это идеальное какое-то точное попадание. Другой вопрос, что не всегда вообще можно знать, что важно. Я люблю очень эту цитату, не знаю из кого, из какого-то современного композитора XX века, что никто не знает, где произойдет впечатление. Вот поэтому в этом смысле, наверное, все годится, хотя мне кажется, что то, что я не предлагаю каких-то практических навыков – это минус. Вот обычно, когда на сцене появляется предмет, когда в театре появляются предметы для актера или режиссера, это реквизит для художника, могут быть разные варианты использования предмета, но, как правило, это заполнение пространства смыслом и весом, формой, цветом. Мне кажется, что у вас какое-то очень особенное и очень интересное для людей, связанных с фигуративным театром, отношение к вещи. Расскажите, пожалуйста, как она переходит со сцены в зал и что такое для вас предмет и вещь в театре? Мне, наверное, не очень приняло вопрос, что такое, как вещь переходит со сцены в зал. Она у вас используется не только на сцене, как предмет сценографического решения, но еще в зрительном зале, на месте зрителя. Ну, я же такой вообще идеолог предметного мира, я все время об этом думаю, и вот я сейчас как бы как раз вот этот процесс такой какой-то параллельный во мне происходящий, вот, и я пыталась делиться тоже этим на своей лаборатории, о том, что предметный мир мне сейчас кажется очень важным для социальных задач театра, которыми я все время пытаюсь заниматься. то, что мне кажется, что, ну вот, я последнее время как-то обратила внимание на то, что думаю о том, что, что, плохо рассказываю, что вот мышление словесное, это так, но я совершенно была поражена, когда поняла, что люди совсем-совсем не имеют взаимоотношения с предметным миром, причем так, ну, не всегда было, и так не обязательно должно быть, и это не есть хорошо, то есть какой-то вот окружающий нас предметный мир мы сейчас воспринимаем как одноразовую посуду, то есть мы не ценим его, он весь взаимозаменяемый, мы, ну, как бы, не сматриваемся в него, не любим, и в этом смысле, вот, как многие люди, я пытаюсь, как бы, сейчас думать вот об экологии, а просто, ну, вот, в широком смысле о каком-то выживании китов и нас, и глобальном потеплении, и о том, что ни один целлофановый пакет еще не разложился, и что вообще с этим делать, и мне пришло в голову, что, может быть, вот такое отношение к предметному миру, это, как бы, что его нужно изменить, что нам, может быть, его нужно заниматься его индивидуализацией, полюблением, и я вот сейчас хочу, как бы, начать какую-то такую вот линию работы с предметом в театре, про, ну, как бы, вот про эту попытку, как бы сказать, фокусировать внимание на предмете, ну, вот это, наверное, то, что меня сейчас интересует, а так у меня есть, ну, просто какой-то, ну, то, что я как раз пыталась здесь читать, целые лекции о том, как функционирует предмет на сцене, как, ну, как он может работать, как, ну, и, в смысле, о взаимоотношении зрителей с ним, ну, вот это вот такая большая тема, не знаю, как ответить до этого, вот же, ну, как бы, перескажите свою диссертацию. Или я неправильно понимаю вопрос? Нет, тут у нас же свободный разговор, это очень сложно, правильно или неправильно, и, может быть, вот такая навязчивая для кукольников тема, можете вы сейчас, не придумывая ничего, нет ли у вас какого-то интереса к другому качеству актера? Все-таки актер живой, с температурой тела, с эмоцией, которую он несет и конкретно выражает на сцене. Можете ли вы себе представить, что в какой-то момент его вам лично хотелось бы либо заменить предметным актером, изображением актера, будь то маской, куклой, скульптурой, манекеном? И вот нет ли интереса к этой стороне реальности? Мне кажется, у меня же совсем другие взаимоотношения. Я не взаимодействую практически с актером. В драматическом театре для меня это принципиальная, какая-то важная позиция, что я работаю с предметом, потому что мне как-то невероятно психологически тяжело работать с человеком, потому что у меня есть какой-то страх, который я не могу преодолеть, что человек травмируется в процессе производства искусства. Если мы берем какие-то очень травматичные, а искусство — это сплошь травма, трагедия, драма, это история искусства, не история плясок на лужайке, как мы часто говорим. И у меня есть совершенно какой-то неправильный, просто вот у меня лично он есть, психологический барьер, который я не могу преодолеть. Мне страшно, что человек травмируется как бы в процессе функционирования искусства. И я, наверное, может быть, и поэтому стала художником, а не режиссером, потому что предмет дает мне возможность не бояться. То есть предмет дает мне возможность показать человеческую уязвимость, человеческую смертность, старение, что-то еще. То, что мне страшно в прямом прикосновении к человеку, о чем мне даже страшно говорить. И в этом смысле я, наверное, как раз наоборот, очень, ну как бы, ну как бы вот все, что я говорю, это, наверное, наоборот, очень близко к идеологии кукольного, предметного или вот как, мы говорим, фигуративного театра. Потому что, наверное, как раз вот вообще этот вид искусства на этом, как бы это его как бы сердце. И я чем-то, наверное, похожим занимаюсь в драматическом театре, потому что, ну по крайней мере, как мне вот видится в моих последних работах, у меня есть какой-то, ну вот придя в театр и манифестировав автономию художественного решения от текста, от пьесы, от нарратива, вообще вот от обслуживания драматургической или режиссерской какой-то мысли о том, что, как, собственно, зачастую очень присутствовало в театральной практике, что художественное решение — это самостоятельное поле для какого-то, ну как бы сказать, трансляции какого-то смысла. И мне кажется, что вот эта как бы линия, она создала то, что, ну вот как бы этот предметно-пространственный мир сценический, который я создаю, он отчасти автономен, то есть иногда это какой-то как спектакль в спектакле. То есть, разумеется, это не то, что какие-то это миры, которые друг о друге не знают, конечно же, нет, но тем не менее, мне кажется, что есть, ну как бы вот, я понимаю, что можно выстроить в, ну как бы это как, ну это действительно как параллельная, может быть, история, потому что я абсолютно убеждена, что, ну я бы так сказала, вот мы тут вчера на лаборатории как раз говорили об Эйзенштейне, о том, что как важно изучать Эйзенштейна, потому что он, ну как сказать, высказал ряд теорий, которые совершенно еще не съедены искусством, и наоборот, это очень актуально. Ну то есть вот в чем суть его даже простой программ, ну не простой, а в смысле самой известной, такой принципиально важной для развития кино, хотя она была написана в применении к театру статьи монтаж аттракционов, что любой элемент зрелища является не подчиненным, а, как бы сказать, продуманным источником возникновения какого-то переживания в зрителе, что переживание происходит в зрителе, и что мы вот внутри восприятия зрителя монтируем нечто, таким образом освобождаясь абсолютно от нарратива, то есть от обслуживания слова, что он пишет, что трико Примадонны и что угодно, любой элемент театра, простроенный нами, может быть вот этим, как бы элементом этого монтажа, который выстраивает. И вот, наверное, для меня очень важно вот это было, рассоединить слово и изображение, и тактильную составляющую в театре. Наверное, вот это как раз в применении к кукольному предметному фигуративному театру, наверное, там это или не новость, или это какие-то очень значимые слова, просто к драматическому театру это, ну, как бы скажем так, есть много примеров, где не так. Меня вот интересует это, как бы сказать, что как пространство может само транслировать смыслы. Ну, то есть вот я так работаю в драматическом театре, по крайней мере, стараюсь так работать, то есть устро, потому что всё, что связано со словом, не нуждается вообще в иллюстрации. То есть мы, ну, как бы и современный текст и восприятие таково, что просто прочитанный текст нам целиком понятен. То есть нет ни малейшей надобности что-то объяснить и чему-то помочь. Поэтому всё, что происходит помимо слова, это как бы отдельный мир. Вот я бы так, наверное, сказала, что это какой-то такой, наверное, манифест моей деятельности в драматическом театре. Может быть, это вообще уже давно открыл кукольный театр, в принципе, как бы, что... Театр кукол совсем вот как раз этим не занимается. У него какие-то свои установившиеся законы, которые очень медленно меняются, не говоря там про эволюцию или про развитие, они просто очень как-то на десятилетия получаются установленными и удовлетворяющими тех, кто работает в этом виде театра, совершенно не умаляя о ценности того, что они делают. А как ваш опыт непосредственно с кукольным театром связан, зрительский, я имею в виду, вы говорили, что видели Габриадзе на спектакле, да? Как бы это вы расписали своё впечатление? Потому что это для нас, для всех очень индивидуальный опыт, который... Я, наверное, тут, ну, как бы сказать, я здесь в хоре, я фанат, я восхищаюсь, это совершенно фантастически. И я видела... Я не все ещё смотрела в жизни спектакли Габриадзе, очень надеюсь, что увижу все. И каждая из них стала для меня гигантским впечатлением мне. И именно это было для меня вот Сталинградская битва или вот сейчас Сталинград. Я помню, что называлась раньше Сталинградская битва. Вот. Я видела когда-то давно и вот ряд моментов, они совершенно так, ну, как бы сказать, прошли через меня. То есть они стали для меня каким-то вот таким тоже учебником того, как может работать предмет, как может работать монтаж смысла в связи с появлением предмета или в связи с отнесением предмета. То есть я здесь преклоняюсь. Я, как художник, не являюсь, ну, как бы... То есть я не могу сказать, что я какие-то идеи продолжаю. Я скорее, вот, ну, как бы, для меня это какое-то потрясение и новое... Наверное, вот по работе с пространством и предметом, но это, правда, из драматического театра пример. Самая близкая мне фигура из великих — это Боровский. То есть вот и пустые пространства, и смысловое наполнение, и вот такой, как бы сказать, такой концептуальный минимализм. Вот это, ну, как бы, представление о том, что трансформация предметного мира является источником такого какого-то мощнейшего зрительского переживания. Вот, наверное, я могу сказать... Разумеется, я не знала его в жизни, но, как бы, это вот мой учитель. Ну, к Бриадзе... Я просто, ну, как бы, не смогла бы вынуть из него, но ряд каких-то вещей, когда рука кладет колечко, снимает обречальное и моет крошечный полотно, то, что я никогда не забуду. Вот. Вот в связи как раз и с Боровским, и с вашим опытом, сейчас очень много таких краткосрочных курсов, лабораторий разного рода образовательных проектов, на которые люди попадают, подавая заявку. И часто так случается, что люди, которые делают что-то значительное, впечатляющее, нас в искусстве, не имеют профессионального образования. А критериями часто на отборы, при отборах на подобного рода мероприятия является наличие как раз этого высшего образования, и анкета рассматривается. Вот я бы хотела вас спросить, как вам кажется, когда на творческий мастер-класс набирается группа людей, которые не обязательно работают уже сейчас в этом виде искусства, где организуется проект? Как вам кажется, как можно проверить креативность и готовность человека, не подготовленность его, а именно какая-то готовность в краткие сроки откликнуться на предложение по работе в группе с мастером? Я не знаю, применимо ли это к этой ситуации, но я все время думаю, как бы сказать, вообще вот этот вопрос, как можно по заявке почему-то что-то понять. Когда я училась во ВГИКе, у меня была такая чудесная преподавательница по неигровому кино, Галина Семеновна Прожека, и вот она нам давала такую пачку заявок со стертыми фамилиями. И если ты не знаешь, кто подписал эту заявку, то есть если ты не знаешь этого человека, ты ничего не можешь понять. То есть как бы заявки, когда ты узнаешь, что это заявка великого известного кинематографиста, ты сразу начинаешь понять, а, да, действительно, какая классная заявка. До того, как, ну, как бы со стертой фамилией, тебе кажется, что это набор бреда, ты не можешь ее отличить от заявки, ну, как бы вот студента-новичка. И это такой вот очень тоже меня волнующий вопрос, как вот, ну, поскольку это такая вот система, ну, как бы, ну, вот, или там, какого-то отбора вуза и так далее, вот помимо бальности и чего-то там, что еще может быть, ну, вот мне кажется, как раз, вот, наверное, это одно из того, что я пыталась рассказать, вот, не знаю, насколько это полезно, но вот здесь с ребятами то, что мы обсуждали, мне нравится мотивационное письмо. То есть мне кажется, что, вот, как бы, это для человека тоже очень важная практика попытаться объяснить, вот, как бы, другим людям, инопланетянам, как бы, почему, ну, что я хочу, как бы, ну, почему меня надо брать, что я буду делать, зачем это, какие я преследую цели. Вот, вот, мне кажется, это очень, по этому письму можно много понять, мне кажется, и, ну, по крайней мере, оно может расширить какие-то вот такие более, ну, как бы, вот стандарты, которые, ну, вот, вот это поступление человека куда бы то ни было, что ты должен приложить то-то, то-то, и вот это мотивационное письмо, мне кажется, вот оно какое-то, и оно очень тоже важно, мне кажется, для человека, потому что человеку тоже не всегда, ну, как бы, вот, особенно молодому вообще почти, мне кажется, невозможно понять, чего же я хочу. И это какой-то вот тоже очень важный момент, вот, ну, я тут, как бы, каждое мое второе слово — это манифестация, и, как бы, я вот приехала сюда, чтобы сказать, ребята, давайте писать манифесты, это очень важно, потому что манифест — это то, что поможет миру вас прочитать, то есть, как бы, что это весь мир вас поймет, это то, что, ну, скажем так, это то, что может потом храниться, это то, что может продолжаться, и это какой-то вот, ну, вот, такой вот вербальный путь, но у нас действительно вербальное мышление, то есть мы здесь такой, как бы, вот еще тут забавно, конечно, что, как бы, стратегии, которыми я занимаюсь, они, как бы, такие, они полемичны вербальным мышлением, то есть как художник я, как раз пытаюсь выстраивать там невербальные коммуникации, вот это, как бы, отмазаться от текста в театре, ну, как бы, сказать, и при этом, я говорю, пишите манифесты, ну, у нас вербальное мышление, то есть, вот, как бы, этот перевод на язык слов нам все равно для коммуникации необходимо осуществлять, вот, и... И это вы предлагаете, вы вот представляете себе, что мотивационное письмо, именно написанное, работает лучше, чем, например, человек расскажет это, мы много раз пробовали работать с мотивационными письмами, но русской культуре среди людей, которые подают заявки не на получение гранта, на какой-то, на реализацию какого-то проекта, а именно на такого рода какие-то школы или мастер-классы, они все время пишут, что они хотят освоить новые методы, познакомиться с другими коллегами, они не считают, что мотивационное письмо является необходимостью выразить себя так, чтобы, там, вы должны взять меня, потому что я самый лучший, я такой хороший человек, я очень хорошо работаю, у нас нет формулировки целей и задач этого мотивационного письма вообще в сознании. Вы знаете, это, ну вот, я сейчас просто вспомнила, капица, по-моему, капица, не знаю, как правильно ударение, хотел учиться у Нильса Бора, по-моему, и Нильс Бора его не взял, и тот пришел к нему и спросил, вот, ну, как бы добился встречи, и сказал, скажите, пожалуйста, вот вы ученый, вы делаете измерения, какая погрешность у вас в измерении? Он сказал, ну, такая это, вот скажите, пусть я буду погрешностью вот этой, возьмите меня, я погрешность, вы меня не разглядели. Ну, вот он нашел способ, это его лучший ученик был, как бы вот, ну, то есть вот он, и его не взяли, потому что вообще, на самом деле, вот эти системы отбора, я вообще не понимаю, это невозможно, Ну, как бы, нет, может быть, кто-то может, но мне кажется, что вот огромное количество случаев говорит нам о том, что такие вот, как бы сказать, стандартизованные критерии отбора, ну, там, Анну Павлову не брали по физическим данным в балетную школу, у неё не было выворот на стенок, без чего ни одну девочку не берут в балет, если я правильно понимаю. И кто-то там сказал, возьмите, эта девочка возьмёт не этим, как бы, вот, понимаете, вот эти, как бы, исключения, которые, то есть, как бы, всё, ну, искусство — это исключение, и в данном случае, я не знаю, как бы, можно ли научить, то есть, как бы, ну, мне кажется, что я вот иногда думаю, что, ну, вот высшее образование ты когда получаешь, ну, как бы, вот, что такое вот это высшее образование? Ну, как бы, это умение пользоваться библиотекой, наверное, такое, как бы сказать, ну, то есть, как бы, это некое такое вообще, как бы, за пять лет тебе приходящее знание, что, в принципе, знание возможно, то есть, как бы, что ты сориентируешься в мире знаний, если что-то нужно будет узнать, то вот, как бы, ты сможешь построить эту, какую-то цепочку. Но, как бы, вот, если скопить все те знания, которые ты получаешь, их можно в такую, как бы, спрессовать в маленькую методичку, на самом деле, сказать, вот, вот, главное, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И да, и нет, то есть, как бы, но это, ну, вот, то есть, это всегда такое, ну, как бы, ощущение, что все самое существенное, это исключение из правила, то есть, нам очень нужны правила. Но нужно всегда помнить, что, вот, капица — это погрешность, и у Анны Павловой нет выворотности ног, и, ну, как бы, сказать, что нужно как-то вот, ну, тоже понимать, что, вот, ну, как бы, что, я, просто, как говорится, всем с двух сторон советую, ну, вот, это мотивационное письмо, мне кажется, поскольку оно не стандартизованное, это и есть какой-то, вот, способ человека, ну, как бы, добиться, рассказать что-то такое, ну, как бы, вот, рассказать, что он погрешность, или что он такой харизматик, что и без выворотности ног, ну, не знаю, на самом деле, как бы, ну, как бы, ну, как бы, наверное, то, что невозможно построить какие-то вот эти идеальные системы, в этом много гуманизма и надежды, что, как бы, человек, ну, как бы, вот, личность не укладывается ни в какую, никогда, ни в таблицу, ни в рамку, и вот то самое интересное, что мы пытаемся, как бы, найти, ради чего мы все, это то, что пройдет через дырочки вот этой, как бы, сказать, простроенной системы, и, ну, вот, поймать лучик, вот, ну, я за мотивационное письмо, и понимание, что нужно удивлять что-то такое, ну, как бы, вот, ну, в смысле, удивлять, уговаривать, сделать что-то сверх ожидаемое, вот, то есть, ну, 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 я не знаю, я, в принципе, наверное, как бы, мне нравится, занусь высказывания, которые говорят, что мир не ждет вашего искусства, ну, как бы, вот, это вы, как бы, вы, вы меняете мир, и, как бы, это некое, ну, ваше искусство вот такое, убедить мир в то, что его нужно менять, что вы должны прийти и так далее, то есть, вот, я, ну, как бы, я так это ощущаю, что мне оно очень нравится, когда говорят, кто такой художник, что художник, это форма энергии, что это не мастерство, вот, то есть, это все очень здорово, это, это, как бы, очень важно, что-то там уметь, и что-то, ну, вот, как бы, много знать и много уметь, но, вот, может быть, это правда, вот, в этом схвачено, что это главное, что это, это в современном искусстве, так я помню, кто-то когда-то сформулировал, мне показалось, что это очень точно, что это вот эта форма последовательной энергии желания менять мир, как бы вот привносить в мир что-то, вот это, мне кажется, то, что человек может, собственно говоря, донести каким-то способом, ну и если он не может донести, то, блин, может быть, он какой-то другой необыкновенный человек, не знаю, нет системы. Вот когда вы читали лекции, вы очень нежно ссылались на людей, которые на вас произвели впечатление личное, я имею в виду, не просто на авторитеты, чье творчество как-то вас впечатляло, а именно на людей. Скажите, пожалуйста, а вот рядом с вами есть кто-то, кто, я понимаю, что это мы выбираем учителей, а не учеников, но есть ли какое-то молодое поколение профессионалов, коллег, которые, вам кажется, являются, я не знаю, последователями или представителями какого-то вот этого вашего направления или где по-другому, альтернативно осуществляется какое-то общение, которое для них является получением вот этого ученического опыта. Кто за вами ходит, грубо говоря, кто вот хочет, вот хочет просто что-то взять сам, хотя бы это, может быть, и даже и не даете? Нет, у меня ничего такого нет, и я даже и не очень понимаю, как это могло бы быть, потому что мне иногда просто пишут какие-то там, например, студенты, вот я студент, там студентка-дипломница, и вот мне нужно где-то проходить практику, мне близко ваш творчество, можно я приду, побуду, буду что-то помогать, посмотрю, как вы работаете, а я совершенно искренне не понимаю, как можно посмотреть, как я работаю, когда я никак не работаю, потому что, ну, как бы, я нигде не пилю никакую досочку, ну, в смысле, как бы, я говорю, что, наверное, можно, просто я спрошу у режиссера, можно ли посидеть на репетициях, но нет никакого, то есть, как бы, весь мой, ну, я же работаю, как правило, с реальными объектами, и, ну, как бы, стул, ну, в самом стуле из Икеи ничего забавного нет вообще, и, как бы, ну, в покупке стула в Икее нет, нечему учиться, то есть, как бы, ну, как бы, производство идей, не понимаю, как, ну, как бы, нет такого места, где можно было бы сесть и понаблюдать производство идей, но вот как раз, может быть, мы в этой лаборатории пытались что-то вместе придумывать, может быть, это совершенно глупая стратегия и неэффективная для придумывания, вот мы посмотрим, как практика покажет, хотя мы ведь не ставили особенных практических задач, мы просто, как бы, сказать, болтали, ну, вот, как бы, мы болтали, продуктивная это или стратегия, или нет, ну, вот, можно посмотреть, хотя я говорю, что мы не запаривались такой продуктивностью, но я совершенно не понимаю, как у меня чему-то можно поучиться, покупать стул в Икее, нет, невозможно. Ну, вот кризис образования театрального показывает, что сегодня студенты часто спрашивают, вот меня часто спрашивают, где можно поучиться вот в кукольном искусстве в мире, и получается, что сейчас очень трудно рекомендовать какое-то учебное заведение, где можно посоветовать человека провести 4 года с конкретным мастером или по конкретной методике, и единственное, что кажется очень продуктивным, это оказаться рядом с кем-то, кого ты сам выбрал, просто быть рядом. Ну, вот, понятно, что если я кого-то выберу быть рядом, совершенно не факт, что тот, кого я выбрала, скажет, посиди рядом. Да почему? Вот, мне кажется, ошибка, кстати, совершеннейшая. Ну, вы же говорите, что покупать стул не научить. Да нет, ну, покупать стул не интересно, но я никогда никого ниоткуда не гоню. Ну, если кто-то хочет прийти, или там, например, ну, я всегда готова всех, насколько могу, там, вписать. То есть, как бы, если, ну, как бы, если человеку интересно, что называется, пусть приходит. Это касается не только человека, который хочет учиться, например, который хочет просто посмотреть спектакль. Если я обладаю возможностью, там, например, пропустить его тихонько, я очень рада этой возможности, потому что я вообще какой-то в ней вижу, вот как вы говорите, вот в этом каком-то простом контакте, я вижу огромный смысл, у меня, ну, как по-моему, это главная такая теория, что человечество спасется по одному, и каждое, вот, мое собственное впечатление, как я могу сказать, оно было таким вот, как бы, индивидуальным от встречи с человеком, от присутствия на мастер-классе, или от какого-то вот ощущения сообщества, я общаюсь, ну, вот, как бы, со своими, ну, вот, коллегами, у меня какое-то, в принципе, наверное, одно из самого моего счастливого ощущения, такого, от профессиональной жизни, от того, что у меня дух захватывает, сколько вокруг потрясающих людей, какие они интересные, какие разные, ну, вот, в смысле, и как это вообще, ну, вот, для меня, ну, не знаю, у меня, наверное, какой-то все время такой есть, какой-то социальный, вот, ну, вообще, какой-то страх покинутости, чего-то еще, и когда вот я ощущаю, что я часть сообщества, где есть, там, Вакострелов, Александровский, Григорян, и я вот всех перебираю, там, ну, самые разные, там, Галя, Солодовник, Поля, Бухтин, и меня какой-то вот совершенно такой, Ваня Бодин, я думаю, боже, боже, как прекрасно, в каком мы прекрасном мире живем, сколько замечательных людей вокруг, и вот мне, для меня это какое-то мега комфортное ощущение, вот, даже никому не неправильно, некомфортное, счастливое, и все совершенно разные, и это очень интересно смотреть, что делают коллеги, и у меня еще какое-то вообще есть ощущение от того, что нам страшно повезло, вот, с временем, я не знаю, сегодня вот на Кольте вышло тексты, итоги сезона, и вот, наверное, во мне больше всего срезонировало то, что Марина Давыдова написала, это совсем-совсем печальный такой вот пост, что она говорит, что то искусство, которое ей нравится, вызывает у нее, ну, вопрос сейчас, как, ну, вот, как бы, что это какое-то очень избыточное искусство для маленького такого количества ценителей, совершенно не нужно миру вот в этой, как бы, трудной его общей ситуации, а всякое такое какое-то социально направленное полезное искусство вызывает у нее скуку, а зум вызывает еще большую скуку, и вот она так, как бы, пишет, и я тоже, вот, ну, подумала, что она, как бы, описывает, как во «Властелин колец», что, вот, как бы, что вот альтернатива, ну, как бы, вот она про себя рассказывает, что, как бы, альтернатива такая, что мы, вот, откажемся от волшебства в мире, но в нем не будет, как бы, зла, то есть, как, ну, то есть, вот, если вы помните содержание «Фильдома», обмен происходит, что кольцо всевласти будет уничтожено, но волшебства тоже больше не будет, то есть, как бы, эра людей начинается, ну, так, как, конечно, вот, и Марина, вот, что-то подобное такое сегодня написала, но, тоже она пишет, но мне, как бы, впечатлений, которых у меня произошло, вот, ну, уже за жизнь, мне хватит на всю жизнь, потому что нам страшно повезло, вот, вот, я тоже, я не знаю, что будет дальше, там, ну, я очень, как раз, надеюсь, что будет и то, и это, то есть, ну, как бы, что и волшебство не уйдет, или, там, что-то еще будет, но в любом случае мы не знаем, что будет дальше, но я тоже ощущаю вот этот кусок какой-то последнего времени, мне кажется, нам просто невероятно повезло жить вот в это время какого-то расцвета театра, огромного количества каких-то людей, идей и возможностей, и какого-то прицельного внимания, вот, к этим процессам, и тут просто это, ну, правда, так не всем ведь повезло, потому что в мое детство я чуть-чуть зацепила период застоя, это очень страшно, а нам очень повезло. На одной из лекций вы помнили имя человека, который очень много сделал в кукольном театре, хотя его почти никто не знает, и как раз про эту встречу с удивительными людьми, как раз период застоит, тоже 90-е годы, я бы хотела вас попросить рассказать про ваш опыт общения с Соболевым, он сделал буквально 2-3 спектакля в кукольном театре, говорил всегда, что он не любит театр и особенно ненавидит театр куклы, и сделал какие-то вещи, которые не были похожи ни на что, что тогда происходило, да и сейчас ничего подобного нет, он не учил сценографов, он общался с ребятами по поводу перформанса, но это вот был человек, который очень сильно повлиял как именно на понимание того, что такое пространство в театре. Как произошла вот эта ваша встреча, и что такое он делал? Мне просто, это, наверное, как раз история вообще про ученичество, про то, как вот происходит какая-то инициация, когда человек укрепляется в уверенности, что-то делает. Я слышала подобные истории от других людей, вот как раз эта история, наверное, ну так можно сказать, что не знаю, какая была бы альтернативная история, но в той моей истории, которая сложилась, вот без этого момента я бы не стала художником. То есть я училась в школе современного искусства при фонде Сороса, и там приглашались вот разные люди, которые ввели такие там семестровые курсы. Вот Соболев там был, и нам, ну как бы, соответственно, он преподавал нам перформанс, и нужно было придумать перформансы. И вот я придумала перформансы и рассказала его. Это был такой очень, ну, не знаю, ну, теперь-то я знаю, что это хороший, ну, с тех пор я знаю, что это хороший был перформанс, что я предложила, что я буду собирать осенние листья, писать на них стихи и относить обратно в лес. Ну, вот как бы, и он выслушал это, он взял такую паузу и сказал, это очень хороший перформанс. И вот я в этот момент стала художником в том смысле, что я, ну, как бы, это авторитетный для меня человек. Вот он как-то так это эмоционально сказал, что, ну, как бы, я сразу поставила себе пятерку и получила вот эти силы, ну, как бы, верить в то, что собирать листья, подписывать и относить их в лес, это вот прям то, что надо. Но еще мы ездили, ну, как бы, это еще просто была Лиза Морозовой, вот такая очень главная ученица. Мы много очень с ней общались, и от нее, и мы ездили в Царское село. Однажды участвовали в фестивале под названием Кукарт. Мы тогда занимались бумагой, с Яшечкой Штаном, бумажным модельером. Мы были такие, все наши друзья были, такая большая его команда. Я тогда как раз скорее режиссировала, то есть вот Яша был художником, а я, как бы, занималась режиссурой этой деятельности. Вот мы делали какой-то проект на Кукарте, и все это казалось началом какой-то такой некой будущей художественной карьеры. Тогда жизнь мыслила, что это как бы начало, а что-то дальше будет. Вот, ну вот, наверное, у меня такой именно состоялся момент, когда вот мастер сказал мне, что то, что я предложила, это очень хорошо. Вот я все. Я с тех пор верю в себя. И за эти пять дней, что мы провели вместе, довольно в большой группе, мне показалось, что тот факт, что когда человек заканчивает свое предложение, вы делаете паузу и говорите, это так круто. Мне кажется, что вот это общение, которое построено на приятии, на поддержке того, что говорит человек, не уточняя какие-то детали, которые могут быть неправильными, но они настолько второстепенные, какой-то волшебные были эти пять дней. Я хочу вас поблагодарить от имени всей группы, потому что, может быть, здесь тоже и актеры, и режиссеры, и разные другие профессионалы, которые связывают служить с театром куклы. Может быть, они тоже сегодня немножко по-другому посмотрели на себя и в каком-то другом смысле себя почувствовали гораздо больше, чем та узкая специализация, в которой они работают. И поняли, что все возможно, если себе словами сказать, кто ты, что ты и зачем ты это делаешь. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне очень приятно. Ну, я не знаю, надеюсь, что это так, но на самом деле я совершенно была искренне, потому что, ну, вот мне кажется, что просто здесь какой-то вот случайно, ну, вот как бы, произошел какой-то на редкость, какой-то такой, ну, вот как бы, просто фонтан какой-то идеи был в этой группе, вот, ну, как бы, все формулировали и придумывали. И у меня есть такой вот критерий, ну, как бы, я однажды была на выставке современной, ну, то есть эта выставка была посвящена тому, что очень, ну, как бы на государственном уровне очень неинтересную, сейчас устанавливают, такую реалистичную, вторичную, такую вот очень скучную какую-то вот, такую бронзовую скульптуру. И как-то вот, ну, это была выставка рефлексии какого-то современного искусства, что по предложению художникам придумали скульптурные объекты. И вот я помню, что я ходила по этой выставке, и не то чтобы была в восторге от этих работ, а потом я вдруг представила, что вот любая из этих работ, встречная мной в городском пространстве, это было бы огромное для меня событие. Я вдруг поняла, какие они потрясающие. Ну, в смысле, вот как бы у меня вдруг какое-то вот, я поняла, что, в смысле, вот этот какой-то критерий мир без и мир с, я вдруг поняла, что если они будут, что у меня если разбирать конкретную работу, ну, как бы вот, ничего, но. А потом я поняла, что без всякого но, вот просто, что если вот эту, даже если она несовершенная сейчас, в моем понимании, работу я встречу на улице, ну, то есть что вот она будет, вот для этого придумана, это будет совершенно потрясающе. И у меня какой-то появился такой критерий, что вот я слышу какую-то идею, я думаю, вот мир будет с этой идеей, вот это да. У меня совершенно искренне это, ну, как бы поражали идеи, которые ребята прям предлагали. Мне кажется, если из них какая-то часть воплотится, это будет очень-очень-очень хорошо и очень значимо. И мир станет лучше. Мир вообще станет потрясающий. Ну, как бы он уже стал потрясающим, мне кажется, мы вот тут как бы очень здорово провели в этом смысле время в обмене этими идеями, потому что они очень хорошие, правда, очень хорошие художественные идеи. Сейчас мы услышим этот манифест и эти идеи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok